Вот здесь рассказывает же свою историю апостол Павел, и это тоже помогает людям в укреплении веры, когда видят, как это происходит у других. И, Мария, вот у меня простой вопрос, а зачем это все вам? Православие, христианство, почему вы нашли и себя и в храме, и в благотворительном фонде? Да, ведь до этого можно было сделать большую карьеру, то есть это модельный бизнес, насколько я правильно понимаю, но путь выбран другой. И вот люди-то, многие просто этого не поймут. Как вы отвечаете на это? Как отвечаю на это? Ну, в последнее время приходится достаточно часто отвечать на этот вопрос, потому что история вспомнилась, теперь мне часто задают этот вопрос. Я нашла в христианской вере смысл жизни, собственно говоря, можно так коротко сказать. Что еще я хочу сказать, что для меня очень важно именно делать. Не говорить и говорить как можно меньше и как можно больше делать. И дела, на самом деле, самые простые. Мы видим голодных людей, мы можем рассуждать о том, как жить христианской жизнью, о том, как нужно совершенствоваться, каяться и так далее. Но когда мы проходим мимо тех, кто элементарно голодает, ходит зимой в летние обуви и дырявые обуви, то очень странно звучат наши слова о христианстве. Как-то очень безосновательно. Собственно, поскольку для меня это максимально важно, прожить свою жизнь так, чтобы она была наполнена смыслом и чтобы то, что Господь, какие таланты, умения, которые даны каждому, они были реализованы и не были где-то в терниях, которые есть во мне. И я очень хорошо понимаю, что никакой доброй почвы у меня нет, я ни в коем случае никаким образом не являюсь иллюстрацией. И никто из нас, я думаю, иллюстрацией не является. В каждом из нас есть и каменистая почва, и терния. И вот нужно, собственно говоря, возделать, а возделать самым простым образом делами, говорить как можно меньше. Да, это вот мы сейчас делаем фильм про старца Полита Халлина. Он как раз выйдет 17 декабря на 20-летие со дня кончины батюшки. И он тоже говорил, там, отец, делать надо, делать надо. Все книжки уже написаны, все слова сказаны. Просто нужно делать. И это же, кстати, больше вам нужно, чем даже людям, которым вы помогаете. Мне иногда так кажется, что это работает. Возможно, возможно, ну, действительно это так. Это нужно тому человеку, который сам делает, поскольку он таким образом и заповеди исполняет. Но, безусловно, и очевидно, что это нужно тем людям, которым мы помогаем. Потому что, ну, не знаю, вот я из Саратова. У нас сейчас есть бездомные, которые живут под балконом. Есть такой бездомный, у которого туберкулез, он не хочет лечиться, он постоянно сбегает, он цыган. Его страшно жалко, и я понимаю, что он в какой-то день не замерзнет. Он просто нигде не приживается. Нужна ли наша забота ему? Безусловно, нужна. Также, на самом деле, вот и волонтеры, которые имеют возможность помогать, условно, это им тоже нужно, потому что... Потому что блажение давать. Да. И они чувствуют, как их жизнь наполняется смыслом, и как они не проходят мимо тех, кто протягивает руку, а может быть, иногда не протягивает, а просто тихо погибает. Татьяна, можешь осмыслить вот именно делание, вот этот принцип духовный? Ну, потому что вера без дел мертва. Все же... Я тоже ходила, занималась бездомными, когда погиб мой сын, и я просто взяла вот такое для себя обыкновение, да, и кормить бездомных. Но это был такой для меня интерес материнский, личный. Я каждому говорила, помяните моего сына. То есть это очень хороший путь для того, чтобы поминать наших покойных родственников. И, безусловно, когда мы предстанем перед Богом, да, все знают, и все все читали, все ведали. А вот ты делами покажи, да, что ты сделал, как ты делами своими проповедовал. То есть, в принципе, дела добрые – это тоже проповедь христианства. И это тоже путь. Продолжение следует...